Всем привет! Кто ещё со мной не знаком, меня зовут Оля, вы на моём парфюмерном канале. Заходите в гости, подписывайтесь, устраивайтесь поудобнее. Сегодня я выбрала неспроста такую локацию. Я хочу записать видео, возможно, записать это даже для истории, для конкретно себя. Ну и также, конечно же, рассказать вам про свои топ ароматов, которые всех чаще носила в 2023 году. Конечно, он ещё у нас не заканчивается, но, мне кажется, уже основные итоги можно подвести. С такой огромной коллекцией, конечно, сложно носить какие-то ароматы на постоянке, потому что каждый день хочется чего-то нового, чего-то кардинально другого, допустим, чем в предыдущий день. Но бывают такие, которым тянется рука, независимо от того, как часто я его уже носила до. Давайте без особых прелюдий и начну. Я, наверное, надеюсь, что вам будет ок, что я буду тут поворачиваться в свой парфюмерный шкаф, потому что я решила их не доставать, а прямо вот из шкафа вам показывать. И показывать я примерно вроде бы посмотрела уже, где они находятся, и уже, конечно же, забыла, где же он. Но начать я хочу вот с такого замечательного аромата от бренда Perfume Saks. Он у меня, кстати, не так и давно. Я его покупала этим летом, то есть буквально несколько месяцев на распродаже в Золотом Яблоке. Покупала просто пальцем в небо, потому что мне надо было добрать до определенной суммы, чтобы мне вышло сильно выгодно приобрести другой аромат. Потому что самое интересное, вот эта вот покупка на задачу настолько покорила мое сердце, что сейчас я его ношу именно тогда, когда не знаю, чего хочу. И вообще он уже успел заякориться у меня с максимально приятными моментами в моей жизни. И за это я его безмерно люблю. Это аромат на тему помады. Кто любит помадные ароматы, тому сюда однозначно. Для любителей... Ой, не полезу уже, чтобы тут затылком перед вами не блестеть. Для любителей липстик он от Margella, для любителей Moulin Rouge Histoire de Parfum, для любителей у Moulin, по-моему, есть какая-то роза на эту тему. Именно помада, но в отличие от Margella, то же самое, это история более изящная, более хрупкая. То есть здесь помадные мармеладно-фруктовые розы, возможно, и водянистый, чуть прохладный ирис. То есть композиция сладкая, но вместе с тем одновременно она и какая-то такая воздушно-прохладная. Однозначно стопроцентная та помада, которая для меня считается эталонной. Это еще один из эталонных представителей ароматов на тему помады. Поэтому, если вы такое направление любите, я вам крайне советую. А этого дружочка я вдвойне-втройне полюбила, именно за того, как я уже начала вам говорить, то, что он у меня так вот нечаянно, нежданно, негаданно заикарился с прекрасным моментом, с прекрасными людьми. Поехали дальше. Дальше я, наверное, вот прям что вижу, давайте то пою. Вот такой вот замечательный флакон. Также ничего не предвещало, что он будет настолько в ходу. Это Regalian Heart of Rose. Это нишевый турецкий бренд. Я его покупала, наверное, уже в начале как раз года, и он мне, если честно, не зашел. Но потом я даже хотела его пристроить. Как-то вот не совсем я его сразу поняла, но потом настолько прониклась, настолько он мне раскрылся всеми своими прекрасными гранями, что потом на протяжении всего года стал моим однозначным любимчиком, тогда, когда не знаю, чего хочу. Здесь, опять же, розы, но розы строгие. Розы не игрушечные, не сладкие. Розы по типу, как в портрете Мали, такие благородные, такие вот статусные, такие, уже, по-моему, сказала, строгие, да? Но вместе с этими скучными, как можно было бы, наверное, подумать, розами, нам, да, мы слышим звонкий, сочный, ананасовый сок, и прям сами ананасы, возможно, чуть консервированные банки также есть. То есть это статусные такие тяжелые, даже сказать, ну, строгие, уже повторяюсь, розы, и прекрасное ананасовое сопровождение к этой вот строгости. И именно поэтому он получается универсальным, он получается таким вариантом, когда не знаешь, что надеть, но хочется чего-то интересного, хочется чего-то необычного, хочется чего-то, чего нет у других, потому что я уверена, что такие ароматы, их надо еще поискать. Ну, знаете, присмотреться я вам сказать не могу, потому что, вот, как показала практика, он мне понравился не сразу. Это карточная коллекция, у меня вот эти вот самые, которые черви, и, по-моему, есть еще три аромата на остальные карточные масти. Достойный, как мне кажется, бренд, ну, это уже ниша, то есть это не люкс, не разливайки никакие, я уже не помню, почему я его брала, но будет вам желание, мне кажется, вы найдете, где гуглить. Следующий аромат, который мне попадается, также у меня в фаворитах, ничто не предвещало, был также куплен, мне кажется, на сдачу. Брала я его уже тоже давненько, с полгода назад точно, вообще, наверное, зимой, в начале 23-го года, это Mon Blanc Signature, по-моему, да? Так он называется. У меня 30-очка, 50 и 100 мл выглядят карапузиками, то есть немного другого у них оформления. Также очень бюджетно, но звучит он в разы, в разы, в разы дороже своей ценовой категории. Я его брала на рандеву, была у них какая-то предновогодняя распродажа. Если вы смотрите сейчас, сейчас, кстати, распродажа Черной пятницы, сгоняйте, посмотрите, может быть, там тоже они выгодно стоят. Лактонный, белоцветочный, плотный, немного душный аромат, с терпкими, упругими, белыми различными цветами, возможно, туберозы, возможно, жасмин. То есть основной акцент – это лактонность, очень приятная, такая томная, такая обволакивающая, создающая уютнейшее настроение, и аромат звучит, как я уже сказала, намного дороже, чем вообще презентуется вот эта вот марка Mon Blanc, это бюджетный сегмент, и, как я уже сказала, дороже своей цены. Он плотный, но в меру сладкий, именно поэтому в нём уютно, комфортно. Я его обожаю носить даже вечерами дома, допустим, когда-то в выходной день, когда целый день в какой-то суете и не нанесла ничего на себя, возможно, там готовила, убиралась, а вечером уже на выход что-то наносить уже как бы поздно. И вот такие вот чудесные, уютнейшие компаньоны меня выручают. Но это не значит, что его можно носить только дома, его можно носить куда угодно, когда угодно. Это, мне кажется, просто такая бюджетная находка, которая с удовольствием поселилась, с удовольствием поселилась, которая поселилась в моей коллекции, которой я с удовольствием пользуюсь, и пользуюсь достаточно часто. Такие дела. Так, что он... Ага, дальше, 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 сейчас, дальше я вам найду. Однозначный мой фаворит из последнего, это Барбари Тач. Я вам про него в красках уже рассказывала, и не раз, потому что я его купила после того, как познакомилась с пробником в одноименном аромабоксе от тех же самых рандеву. У них прям целый бокс, посвященный ароматам Барбари. У меня прям целое видео называется, что я там пустила трогательную слезу. Меня на самом деле настолько они растрогали, настолько они... Все ароматы в этой подборке пришлись по душе, что-то у меня есть. Но вот Тач сразу мимолетом полетел в корзину, и, конечно же, я его приобрела. Он мне очень напоминает аромат от Шанель Алюр. Но если Алюр... Алюр это что у нас? Это такая тоже строгая, в меру сладкая, персиковая пудра. Для Алюра у меня есть определенный... Как сказать? Определенный временной портал. Господи! Определенное время, когда я ношу, и в другое время года как-то я не позволяю себе такую роскошь. То есть Алюр для меня это теплые весна и осень, обязательно солнечная погода. Вот как-то так вот он. Исторически сложилось, то, что именно в это время я ношу Алюр. Этот же аромат, он очень похож, но мне кажется, если Алюр, он более строже, для него надо время, для него надо подумать, для него нужен образ. Этот же намного проще, но тем не менее, смысл у них очень похож. Тач более цветочный, здесь Фрези, здесь Жасмин, здесь ИС. Все это немного водянистое, и не сильно сладкое, не сильно плотное, не сильно яркое. И вот такая вот Алюровская, Шанелевская пудра, которая мне как раз роднит бюджетный и более дорогой аромат. Я когда его приобрела, как я уже вам сказала, после пробника он сразу полетел в корзину. Я помню, вы еще тоже покупали по моим следам и давали обратную связь. Спасибо большое, что делитесь своими эмоциями от покупки по моим следам. Мне это крайне приятно. И крайне приятно вдвойне то, что вы меня благодарили за такое чудесное открытие. Я сама давно знала, что есть такой парфюм, всегда проходила мимо. Мне казалось, что это будет что-то не совсем интересное. Но сейчас это моя такая прям парфюмерная любовь на любой случай жизни. Но если делить его, конечно, по временам года, наверное, это все-таки весна. То есть когда вы хотите весну в душе, независимо от того, какая погода стоит у вас за окном, выбирайте тач и будет вам весеннее настроение. Еще один аромат, который просто, мне кажется, пропитал весь 2023 год, это Body Paint от William Perfumerie. У меня прям есть целое отдельное видео. После того, как я получила этот аромат, я в красках прям рассказываю свои первые, наверное, эмоции. Что самое интересное, после того, как я его приобрела, я его носила буквально несколько уже только раз. Потому что это travel формат. Здесь, по-моему, еще два или три флакончика в запасе. Один из флакончиков я подарила мужу. И муж, моя этот парфюмерная мастерская на втором этаже, естественно, да, выход у нас на первом. Ну, логично, да? И у него около выхода стоят те парфюмы, которыми он пользуется, чтобы долго не думать, просто брать, брызгаться и бежать. Так мне кажется, вот он все полгода, чуть ли не каждый день брал и бежал вот этот бодипейнт. А он очень яркий, он такой яркий, он стойкий, въедливый, что мне даже смысла не было им пользоваться повторно. Я уже сказала, он настолько въелся вот уже в этот 2023 год. Что это? Это у нас ганимет с овощными, с овощным наполнением, наверное, это звучит немного необычно, если вы не знаете аромат или не слушали мой обзор. Но это стандартная вот эта вот ганимедовская минерально-озоновая свежая основа. И овощей, по-моему, в пирамиде пишут нам перец халапеньо, но как такового халапеньо в России, по-моему, у нас нет. Это не наша, не наша культура, не наш сорт. У нас есть стандартный болгарский перец, который растет в каждой теплице России. И вот как раз пахнет вот этим вот тепличным перцем. чуть-чуть томатной ботвой, возможно, самими томатами, возможно, немного базилика. То есть пахнет парничком, летним, садовым, уютным, родным. И вот не совсем родным, отрешенным, каким-то таким далеким и неизведанным ганимедом. То есть все вместе положили в бодипейнт и получился аромат гуаши. Кто-то его описывает, то есть то, что это аромат красок. На самом деле есть какой-то такой вот техническо-красочный аспект, если посмотреть с другой стороны. То есть если абстрагироваться от овощей, то да, возможно, и красками он тоже пахнет. Бодипейнт, то есть это краска по телу, если переводить дословно. Суперстойкий. Это один из самых, наверное, стойких монстров в коллекции. Ну, вот, 2023 год, благодаря его стойкости, пропитался им от и до. Так, давайте едем дальше. Также очень часто в этом году давайте переместимся и я захожу на островок от Аль Колекшн. Очень часто я носила аромат Ариш. Шикарнейший аромат на тему женственности, на тему уюта, комфорта, на тему прекрасной пудры с небольшой, также немного строгой горчинкой. То есть он практически не сильно, как практически не сильно, он не сильно сладкий, однозначно сладость, конечно же, есть. Пудровый аромат, они не могут быть прям вот совсем, наверное, без сладости. Сладость со значимой горчинкой, как будто немного он пылит. Это очень красиво, это очень женственно и это на самом деле то, что хочется постоянно брать с полки, этим хочется постоянно поливаться. Единственное, я не носила его летом, потому что, ну, не совсем, наверное, актуальны такие уж прям супер женственные, элегантные, пудровые, извиняюсь, ароматные наряды на лето, но в любое другое время года, и весна, и осень, и зима, все это, все эти времена года как раз для того, чтобы выгуливать такие замечательные ароматы. По-моему, его сравнивают с Lancome Petetre, недавний так же выпуск, но, мне кажется, цена на Ариш намного бюджетней, поэтому, если вам такое нравится, вы, кстати, можете попробовать его в любом летуале, они спокойно продаются, пока никуда не сняли, не увели, как это бывает иногда с ароматами от Art Collection, я вам крайне советую, прям вот, ну, знаете, я все советую, но это не значит, что надо брать и бежать, я вам рассказываю свои эмоции, если ваш вкус хоть чуть-чуть совпадает с моим, то вы можете, конечно, прислушаться, прекрасный, шикарный, прям, знаете, я сейчас вам рассказываю, параллельно тут досматриваю свой парфюмерный шкаф и уже выбираю, чтобы мне сегодня такого надеть, потому что я еще пока ничего не надела, и параллельно думаю, что же я еще такого носила, чтобы вам, вот, давайте на нем и завершим, королевский аромат с королевским звучанием от королевского, шикарного, также, кстати, турецкого бренда, бренд проник в мое сердце от и до, это Ани, у меня здесь еще три, у меня внизу еще один, и мне, кстати, недавно приехали четыре пробника вот этой вот новой, вот этой новой линейки, напишите мне, если вам интересно, это правда интересно, ребята, я, знаете, плачу ночами в подушку, потому что мне надо примерно все, очень красивая вот эта вот линейка, у меня Тера, там еще у нас что-то еще, ну ладно, не будем сейчас забивать вам голову, я вам расскажу про Ани, Ани у меня уже вот как раз этот год, то есть, покупала я его в начале года, с удовольствием ношу, также для меня вне сезона, несмотря на то, что он сладкий, объемный, сложный, очень трудно поддающийся описанию, тем не менее он настолько сливается с вашим телом, что вот эти вот все сложности, трудности, сладости, вроде как бы и не в тему, вроде как бы и не к месту, все это сразу спадает на нет, и вы просто сливаетесь с этим ароматом воедино, то есть, бывает так, что ты наносишь аромат, ну не бывает так, наверное, так и должно быть, да, и ты вот сливаешься с ним и ждешь прям до последнего, до последней капли, до последнего вот этого вот послевкусия, то есть, я буквально пару дней назад его надевала в качестве аромата дня, с утра я набрызгалась, и вот этот вот калейдоскоп эмоций, то одно, то другое, то третье, и я ложилась спать, и в волосах оставалось его вот последние, последние вот эти вот звучания, последние нотки, это просто что-то с чем-то. В паре слов, чем он пахнет, потому что, чтобы говорить долго, надо прям целое видео, наверное, ему посвящать, так, что же это у нас, это абстрагируемся от пирамиды, потому что он не звучит иначе, я здесь слышу сочные ананасы, по типу тех ананасов, которые мы можем наблюдать в аромате Крид Авентус, именно мужская версия, то есть, такие, знаете, не сильно развалившиеся, без всяких железных банок, такие сочные, спелые, все как надо. Также, однозначно, есть цитрусы, но без вот этих вот сочных брызгов, а именно, цитрусовый сок, практически уже даже вязкий, что это такое, может быть, возможно, какой-то цитрусовый, даже ликер, цитрусы абстрактные, здесь может быть все, что угодно. И вместе вот с этой фруктовой свежестью одновременно, то есть, мы не дожидаемся этой базы, она как бы слышна сразу, благородная, не сильно сладкая, древесная, сухая ваниль. Это аромат контрастов, то есть, на контрасте здесь и фруктовая свежесть, и вот такая вот благородная древесная база. То есть, когда ты ложишься спать, ты уже в таком, находишься в, умиротворении от вот этой вот очень красивой базы. Ароматы дорогие, но они стоят каждой своей копейки. Я, наверное, не буду сейчас долго рассказывать про Аня, потому что, во-первых, я про него уже как-то рассказывала прям очень-очень подробно, но я думаю, суть вы поняли, то, что это моя просто безответная, а может быть ответная, моя любовь, как и весь бренд Нишан. Если, кстати, вы знакомы, что вообще вас привлекает в данном бренде, какие ароматы у вас в любимчиках, и если вам нужен целый обзор прям на все, что есть и на те пробники, которые ко мне приехали, конечно же, пишите, сделаем, куда же нам деваться. Всё, на сегодня я завершаюсь, я сделала такое небольшое резюме, что же меня радовало всех больше в 2023 году. Конечно же, в 2023 году было приобретено очень много ароматов, много красивых ароматов, большинство из них куплено вслепую, что-то понравилось больше, что-то меньше, что-то уже улетело к другим хозяевам, потому что в процессе ты понимаешь, что что-то не то. То есть, парфюмерная жизнь была очень насыщенной. Но вот эти вот товарищи меня радовали всех больше. Если у вас есть, что сказать на эту тему, напишите ваших любимчиков, что вы любите носить вот именно часто-часто, к чему тянется рука, когда не знаешь, что надеть, когда в торопях, в пыхах нужно что-то выбрать из огромного своего ассортимента. Всё. На сегодня я завершаюсь. Я вас всех люблю, целую. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok